Вот гибкость большого пальца, тут опять же не нужно там палец ломать, надо либо в целом посмотреть, насколько он загибается, либо на стол, так скажем, к столу прислонить. Вот это определенные аспекты гибкости мышления или философии человека, то есть насколько человек принимает позицию другого человека. Значит, у нас есть по большому пальцу, кстати, очень много всего интересного. То есть, в общем, символизирует большое количество информации, линии на нем, до которых мы тоже дойдем. Но если самое простое, вот у нас есть две фаланги, фаланга воли и фаланга логики. Обычно они у человека равны, надо смотреть немножко вот сбоку, то есть не вот отсюда, а вот отсюда. Чаще они равны. Но если вы видите сильный приоритет, например, очень ярко выраженная длинная нижняя фаланга, а верхняя короткая, то получается логика очень хорошо развита, а силы воли не хватает. Значит, такой человек может очень хорошо продумывать какие-то моменты действий, но не доводить дела до конца, либо, ну то есть не хватает волевых качеств. Либо наоборот, не хватает волевых, то есть не хватает логики, не может все просчитать досконально, но зато сила воли хорошая. То есть стремится делать, но не до конца просчитанные планы. Но чаще, если у вас примерно равно, то можно этот момент пропускать. То есть мы все средние значения опускаем, то есть пальцы безымянные и указательные равны пропускаем. Соответственно, здесь, если равны фаланге, пропускаем. То есть очень много параметров в хирургии, поэтому не используйте средние значения. Да, вот такая вот будет просьба. Значит, есть параметры вот этой вот фаланги нижней у большого пальца. То есть у одних людей она широкая, толстая, у других она с талией. Вот если у человека есть талия, считается, что это человек, который может найти ключик к любому человеку. То есть очень дипломатичен, обладает такой вот высокой тактичностью, психологическим подходом к другому человеку. Ну вот да, такой дипломат по своей природе. И наоборот, человек может быть прямолинейный, упрямый такой, даже может быть грубый, если сильно будет широкий большой палец в нижней фаланге. Вот это все особенности, которые важно учитывать, они хорошо работают. Также длина большого пальца символизирует наш интеллект, ум и характер. То есть, соответственно, и волевые качества тоже будут лучше у людей, у которых палец длинный. Поэтому длина большого пальца показывает силу характера. В том числе и определенные элементы таланта. Поэтому можно сказать, что слева человеку может не хватать волевых качеств для достижения результата. Он может быть более такой вот характер, может быть послабее, чем справа. А здесь наоборот. Будут доминировать интеллекты, логика и воля. Как замеряется? Вообще, если мы приложим линейку, причем надо прям ровно пальчик приложить, никак его не сгибая, не искривляя никуда. Если не достает до середины нижней фаланги указательного пальца, то это считается короткий палец, когда не хватает волевых качеств. Если у человека доходит до середины нижней фаланги, то считается, что качество в норме находится нормально. А если чересчур выше, то иногда, говорят, такой человек может идти по головам. То есть реально у него может быть сильная воля, логика. Может быть очень талантливым. Я, кстати, смотрел руки музыкантов таких известных. Там такой длинный большой палец. То есть, да, это определенный показатель талантов. Наверняка вы видели вот такую вот расширенную фалангу большого пальца. В классических трудах хиромантов это описывается как большой палец убийцы. Представляете? Что здесь имеется в виду? Что человек в порыве сильных чувств может себя не контролировать. То есть, да, вот мы советуем держать дистанцию с такими людьми. Потому что они могут быть очень импульсивны, вспыльчивы и в таком состоянии аффекта могут оказаться, что в состоянии сильных чувств что-то сделать, а потом сожалеть об этом. Вот. Для астрологов это будет полезно. Скорее всего, Марс будет в каком-то очень сильном положении в натальной карте. Поэтому обращайте на это внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...